Привет, с вами Дарья Кей. Сегодня мы погрузимся в недры голливудской жизни, и это будет маска Glam Glow, увлажняющий крем Glam Glow и бустер для губ той же самой марки. Очень красивая история придумана для этой марки, либо она была таковой, но это просто какие-то чудеса. Сам бизнесмен, который придумал эту компанию, вместе со своим юристом пришли на вечеринку, и там все звезды им жаловались о том, какие же юристам звезды жаловались, какие же у них грязные поры, и как же не хватает сияния на своей коже. И такие доброжелательные люди решили в этот же вечер приступить к созданию такого средства, которое всех спасет, всех звезд шоу-бизнеса западного. Средства других не было, и вот они создали... Нет, это некрасивая история, я, конечно, тоже люблю верить в красивые истории, но, ребят, тут явно попахивает лукавством, потому что прям такой вот истории невероятной не может быть. В общем, они создали, принесли, все те попробовали, и в итоге они пришли еще за добавкой, потом у них случилось то, что их позвонил за этой революционной формулой вице-президент одного крупного розничного магазина, не будем называть его имени, и предложил представиться среди популярных марок. Марка Glam Glow пришла же не так давно на этот рынок, просто завоевали головы обычных бьюти-голиков или людей, которые любят ухаживать за своей кожей. Раньше я думала, что это что-то сокровенное, о боже мой, Glam Glow, и так ни разу не попробовала. И сейчас тот момент, когда я первый раз пробую продукты Glam Glow, это маска Super Mood Cleaning Tatmant, очищающая маска от порыщей гнойных, как там написано, о боже мой, чего там только нет, но я надеюсь, она мне хотя бы сузит поры. Это глиняная маска, которая стоит 4 тысячи рублей. У меня был как-то обзор, где я делала обзор на глиняную маску, которая стоит 25 рублей. Ту маску можно использовать и на зону декольте, и на все тело хоть нанести, и на спиннинг, там, не знаю, на руки, где у вас выскакивают какие-то прыщики, угри. С этой маской, конечно, так не поступишь, нужно наносить максимум на Т-зону, потому что получается очень дорого. Потом я нанесу на себя увлажняющий крем, это плампер для губ с эффектом увеличения губ. Мне ее очень советовали попробовать, она, говорят, что реально работают некоторые пламперы для губ, именно которые просто в формате блеска, не ту, которую нужно всасывать, они не работают. Но начну я, конечно же, с очищающей маски. На крышечке нарисован логотип бренда, сама маска очень увесистая, тяжелая, сразу же чувствуется, что это люкс. Сама маска пахнет какими-то травами, я бы хотела прочитать ее состав. Так, благодаря запатентованной технологии формула чудодейственной маски обогащена свежим эвкалиптом. Какие-то очень легкие отголоски эвкалипта, да, пахнет чуть-чуть как будто бы жвачка. Наверное, она тоже будет немножечко жечь лицо, то есть глина, активерный уголь и эвкалипт. Текстура неоднородная, там есть листочки этого самого эвкалипта. И в каждом предложении они подчеркивают, что маска чудодейственная. Я, если честно, даже не знаю, наносить на все лицо или на одну половину лица. Наверное, все-таки я нанесу на одну половину. Так, обзор должен быть полезным, потому что маска очень дорого стоит. И если она не делает какого-то вау-эффекта, о котором все говорят, то покупать ее, естественно, ну просто не стоит. Вот, листочки эвкалипта, я так понимаю, лицо начинает немножечко щипать. Ой, пока что терпимо. Лицо начало сильно щипать, оно нагревается, охлаждается, циркуляция происходит. Я выжду 5-20 минут и вернусь к вам. Прошло примерно 10 минут, я сделала горячее полотенце, теплое, и сейчас буду смывать эту маску. Тут есть какие-то странные поры, как будто бы она в них проникла. Смывается легко, как обычная глиняная маска. Ну, пока что различий в 50 раз я не вижу. Эту маску я бы делала в ванной, чтобы просто ее было легче смыть. Что мне понравилось, не было таких зудящих ощущений, как при маске из глины у меня бывает, аллергическая реакция. Мне кажется, что на эту маску она минимальна, потому что тут все-таки есть технолог, который за этим всем следит, и явно такого бы не допустил. Но если у кого-то была аллергия на маску Glam Glow, бегом в комментарии и пишите мне об этих ужасных случаях, если только вы не Андрей Петров. Это лицо, как я и ожидала, красное, потому что его напекло. Но мне кажется, что маска сработала, сработала хорошо, лицо стало матовым. Эта сторона более пористая, тут поры сузились, как и обещали. Сияние придалось за счет перца в составе. Сейчас я буду наносить также на эту сторону крем Glam Glow. Очень увлажняющий крем-гель, который придаст сияние коже дополнительного. И я думаю, уберет вот эти покраснения на лице и успокоит кожу. Внутри крем такой же голубой, как и баночка. Я нанесу на лицо. Ой, что-то очень много, может быть, распределить по всему лицу. Ой, пахнет, кстати, очень приятно. Стоит, правда, не очень приятно, конечно. Как будто бы водичку распределяю по лицу. Маска сработала очень посредственно, никакого чуда не произошло. Крем мне очень понравился, я его нанесла на руки. Ну да, это живем хорошо, наносим крем Glam Glow на руки. Ну я просто взяла много слишком. Так что давайте перейдем к пламперу для губ. Очень интересная упаковка. Выезжает кисточка. То есть он как обычный блеск, не выльется случайно к вам в сумочку. Оттенок очень красивый, как я люблю. Такой карамельный. Упаковка выглядит как тушь для ресниц. Ее можно легко перепутать. Силиконовый шпателечек, которым очень удобно распределять блеск. Начинает сильно сжечь губы. Он попал на слизистую в рот. Во рту такое ощущение, что перец. Сейчас во рту это ощущение проходит, потому что я проглотила. Боже мой, что происходит? Я не понимаю. Я начинаю сейчас чекать информацию, сколько нужно держать этот плампер. Либо с ним нужно ходить так целый день, что ли, или что. Когда отпустят губы, ребят? Губы просто невероятно щипят. Я хочу это сейчас смыть. Но я дождусь того момента, когда они максимально опухнут. И покажу вам результат. Вы не представляете как. Это просто, вот знаете, если у вас есть перцовая настойка, которую я раньше использовала для того, чтобы наносить на голову. Это то же самое, просто в формате блеска. Ты не понимаешь, что происходит. Сначала ты глотаешь, начинает щипать. Думаешь, это так и надо. Потом наносишь на губы. Губы сначала норм. Кажется, ой, какой классный блеск, а-ля Джейло. Блин, трудно разговаривать. Я думаю, вы видите, какого цвета у меня губы. Это полный пипец. Сейчас уже их начинает отпускать. Но, блин, вы бы просто видели. Это, знаете, как нанести на себя крем для похудения с согревающим эффектом. И офигеть от того, как он сильный. Вот что произошло с моими губами за эти 10 минут. Если вы думаете, что от блеска Dior ваши губы увеличатся, нет, ребят. Вот это средство, чтобы свои губы превратить в пельмешки. Средство далеко, просто далеко не для всех. Для каких-то бьюти головного мозга. Это как карманный увеличитель губ. У меня даже образовалась такая каемка по контуру. Прикол в том, что я сначала была в гневе, а теперь мне этот продукт даже нравится. Я не знаю, что со мной делать, что со мной не так. Но эти средства только для тех, у кого есть лишние деньги. Это не первостепенные покупки. Это так, чтобы себя побаловать. Можно, конечно же, химичить, наносить пасту на губы, наносить перец на губы. Я, кстати, раньше страдала такой фигней. Я увидела у Коцерины видео, где она увеличивает губы. Это был перец, вазелин, еще что-то, может быть, какое-то масло. Она нанесла это на губы, и они у нее увеличились. Мне, естественно, захотелось это все повторить. Боже мой. Мне щипало вот точно так же, как щипет сейчас вот этот блеск Glam Glow. Естественно, если вот говорить, жалею я о том, что я сделала эту покупку, естественно, жалею. Буду я этим пользоваться? Естественно, буду. Не буду же я выкидывать маску за 4 тысячи. В итоге по 10-балльной шкале маску Glam Glow я оцениваю, наверное, в 3 лайчочка из 10. Увлажняющий крем. Он у меня на лице уже минут 15. Я оцениваю 8 лайчочков из 10, потому что он очень приятный. Использовать его в клиентском макияже было бы очень, ну так скажем, круто. Когда ты приходишь на макияж, естественно, ты не хочешь, чтобы тебя намазали чистой линией перед макияжем. Хотя это, возможно, нисколько не ухудшит макияж. Но, к примеру, если ты хочешь быть каким-то ведущим мастером, во-первых, тебе нужно просто хорошо красить. Во-вторых, ты начинаешь использовать средства, которых, возможно, нет у других мастеров в твоем городе. И за счет этого ты переходишь на какой-то новый уровень, ты предоставляешь какую-то более качественную услугу для своих клиентов. То есть более качественные продукты, более люксовые в уходе. Мне кажется, это очень классно и круто. Также для себя использовать это, естественно, просто для себя все самое лучшее. И чудо-средство, самый, просто самый действенный плампер для губ. Губ, он сожжет вам губы, если у вас они очень чувствительны. Я реально как бы не шучу, он вам сожжет губы. Но если вы такой же бьюти-маньяк, как я, бьюти-модернизация всего, что вы видите, заметно, что они стали намного больше. Даже сейчас, спустя уже такое большое количество времени. Потому что пламперы, которые вот так вот, которые нужно всасывать, и они работают за счет пылесоса, это, конечно, далеко не лучшая затея. То ли дело вы просто намазали на губы, и у вас усилился кровоток, то ли вы растягиваете вот эти гусиные лапки, которые потом появляются, и увеличивается шанс морщин. Вообще, впечатление у марки Glam Glow у меня создалось какое-то сказочное. То есть, они создали себе образ вот этот вот нереальный, что произошло такое чудо. Актеры начали жаловаться, а они придумали такое средство. И чисто по нереальной случайности их заметили и пригласили в мировой розничный магазин. Это реально люкс. Если вы хотите себя побаловать, отличное средство, чтобы это сделать. С вами была Дарья Кей. До скорых встреч. Пока-пока. Увидимся в следующих видео.